Приветствую зрителей своего канала! Вот и подошла наша очередь заняться строительством крыши, возведением крыши. Крыша у нас будет возводиться в два этапа. И сегодня у нас первый этап, который называется Prepositions of Place. Соответственно, предлоги места. И я уже для вас подготовила такой схематический рисунок, который наглядно показывает четыре самых распространенных предлога места. Это предлог on, на поверхности, мы можем сказать на столе, on the table. Потом предлог in, это в, внутри. Допустим, в комнате, in the room. At, возле, рядом, за столом, это тоже будет at the table, возле стола, рядом со столом. И последний предлог, это under. И сейчас мы запишем небольшие примеры. Значит, он это на поверхности, на, in это внутри, в, at, возле, рядом, и under, под. То есть сегодня очень такое короткое и понятное объяснение, я надеюсь, без неправильных, вернее, предлогов места. Неправильные глаголы у нас были немножко вчера. Так, и, пожалуйста, запишем словосочетание. На столе, на столе, на столе, это у нас будет on the table, on the table, table. На диване, допустим, on the sofa. Так, пожалуйста, теперь придумаем пример с предлогом in, в. В комнате, in the room, в кино, in the cinema. Так, теперь, пожалуйста, возле, рядышком, за столом, мы скажем, возле стола, как бы, да? Так, это мы тогда будем вытирать. Возле стола, за столом, at the table, за столом, у окна, хотим сказать, окно, window, да? at the window, у, допустим, дерева, да, что-то там находится, at the tree, дерево у нас три, at the tree. Ну, вот такие у нас примеры с предлогом at. Вот, и остался нам еще предлог, это под, under. Давайте тоже мы можем сказать под столом. Under, under the table, под окном, соответственно, under, under the window, и под деревом. Under, under the tree. То есть, такая вот сегодня была совсем легкая и понятная, надеюсь, тема для вас. И наша крыша потихоньку начинает уже формироваться. Пожалуйста, найдите немножко времени, повторите, хорошенько запомните эти четыре предлога. И я скоро, совсем скоро, жду вас на практической части нашего занятия. До новых встреч, друзья!